День города в студии Валерий Седов Эвакуация в 36-й школе, что удалось обнаружить сотрудникам полиции 2 и 3 марта в областной клинической больнице проходит всероссийская научно-практическая конференция с международным участием В программе обозначено огромное количество вопросов, касающихся применения современных технологий в хирургии рака прямой кишки В этом году перед участниками выступят не только ведущие российские специалисты, но и гости из Великобритании Лекции, мастер-классы, обсуждение сложных медицинских вопросов и обмен опытом Именно для этого на два дня в Рязанской областной клинической больнице собрались ведущие медики со всей страны, а также гости из Великобритании Так как медицина – отрасль прикладная, то конференция носит по большей части практический характер Знания, которые могут почерпнуть здесь специалисты, бесценны Центральным мероприятием конференции стали прямые включения из операционных Делились опытом и демонстрировали свое мастерство не только врачи областной клинической больницы, но и почетный гость конференции Один из лучших хирургов Великобритании – Джим Хан Ведущие российские медики, в том числе и главный врач областной клинической больницы Дмитрий Хубезов не раз посещали Англию В частности, клинику Портсмута, где перенимали опыт коллег по проведению лапароскопических операций Теперь же одного из лучших хирургов мира пригласили к нам для обмена опытом Джим Хан в клинике Портсмута ежедневно проводит порядка трех-пяти операций на толстой прямой кишке Как и большинство врачей современной Англии, он является узким специалистом, занимающимся исключительно колоректальным раком Так что ему есть чем поделиться с российскими коллегами В нашей клинике, если сравнивать с другими европейскими центрами, наилучшим образом построен процесс обучения техники лапароскопических колоректальных операций И мой приезд сюда поможет врачам получить опыт по проведению сложных операций достаточно простым способом Моя главная задача – показать, каким образом командный подход в лечении данного заболевания может улучшить результаты лечения больных с колоректальным раком К моменту проведения операции Джим познакомился с хирургической командой, с которой ему предстояло работать, и отметил их высокий профессиональный уровень Команда подготовлена, мне будет очень приятно работать с этими специалистами Радует и техническое оснащение больницы Во время операции я буду чувствовать себя как дома Джим Хан провел лапароскопическую резекцию прямой кишки у 43-летнего рязанца Все свои действия хирург сопровождал подробными объяснениями А за ходом операции участники конференции следили из конференц-зала, куда напрямую транслировалось видео из операционных блоков Еще одного больного с раком кишечника прооперировала бригада рязанских хирургов во главе с главным врачом Дмитрием Хубезовым Они проводили операцию с помощью трехмиллиметровых инструментов Этой техникой в нашей стране владеют единицы Хирургия очень сложная, это живая хирургия, и она непредсказуемая В этом ее прелесть, поэтому она и так максимально привлекает участников Вы видите полный зал, потому что легко смонтировать любой фильм красивый из любой операции, показать Но вживую увидеть, иметь возможность задать вопрос оператору, как он получает какие-то осложнения интероперационные Они, безусловно, бывают очень часто И как он может с ними бороться, ликвидировать эти осложнения Выходить из тех или иных сложных ситуаций, видит весь зал, и это действительно не так просто В среднем подобная операция длится порядка трех-четырех часов И в случае удачного завершения на восстановление и возвращение к нормальной жизнедеятельности Пациенту требуется всего 6-8 дней Ну а когда оперативное вмешательство проводит светило с мировым именем В результате сомневаться не приходится Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Календарная зима закончилась, однако морозы никуда не ушли Налить на тротуарах и сосульки на крышах по-прежнему остаются обычным явлением для города И вместо мер воздействия на эти случаи просто закрывают глаза Дом номер 60 по улице Фурманова В этом здании располагается швейная фабрика И рядом с ней вот уже несколько лет стоит временное ограждение Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем нечто временное В итоге уже не первый год, и зимой и летом пешеходная дорожка сужена практически в два раза Это невероятно неудобно, но жителям города приходится с этим мириться Если в летнее время забор на жителей почти никак не влияет, то зимой дело обстоит куда хуже Налить и большие коми льда и снега Пройти здесь практически невозможно Вы часто здесь ходите, нет? Каждый день А вот он давно здесь стоит? Давно, уже года два Забор поставили, у нас отобрали пешеходную часть Мы теперь ходим, когда здесь скользко, идем по дороге А по дороге не страшно ходить? Страшно, а что делать? Ничего, я просто нормально прошла Отвратительно, вот ходим и мучаемся Конечно нет, ну что делать? Наверное, сосулька боится, чтобы Кавни убил кого-то Вы часто здесь ходите? Ну бывает, прохожу, да И как, удобно, вот особенно в зимнее время? Нет, конечно, ну с крыши тоже падать, может наглость льда упадет, тоже неприятно будет Несколько лет назад на этом месте упавшая сосулька убила женщину С тех пор и появился забор Он хоть и спасает от падения льда с крыши, но доставляет другие неудобства Люди порой выходят на проезжую часть, чтобы пройти этот небольшой участок дороги Телефонный звонок в швейную фабрику никакому результату не привел Сотрудники сообщили, что забором установила фирма «Голубая Ака» А дозвониться в эту компанию невозможно Номер не существует Номер не существует Похожая ситуация происходит и на улице Театральная В 2017 году с фасада одного из зданий осыпалась штукатурка Теперь забор, съедающий пространство пешеходной дорожки, появился и здесь От штукатурки и сосулек он действительно защищает Правда, стоит он здесь как в зимнее, так и в летнее время И возникает очень простой вопрос Неужели нельзя отремонтировать фасады зданий? Но нет Гораздо проще воздвигнуть уродливое строение Не обращая внимания на те неудобства, которые оно доставляет людям Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город» 2 февраля в 11 часов в сети интернет появилось сообщение об эвакуации в одной из школ По сообщениям очевидцев, в здании был обнаружен бесхозный предмет На место происшествия вместе с оперативными службами прибыл наш корреспондент Учебный день в школе номер 36 в пятницу 2 марта завершился непривычно рано Поводом послужило тревожное сообщение о том, что в школе заложена бомба Учеников в спешном порядке эвакуировали из здания Мы были на физкультуре на третьем уроке Мы собирались уходить, и к нам прибежали две девочки и сказали Ложный вызов, выходим все на улицу Мы все оделись и вышли на улицу Потом мы вышли на стадион, мы были на стадионе И нам сказали идти к водоканалу Мы пошли в водоканал и сидели там, ждали своих родителей На момент съемок, а наша группа приехала на место происшествия около 12 часов дня Территория школы все еще была отцеплена Внутри работали сотрудники МЧС и силовых структур Ну а большинство школьников уже отпустили по домам Уже позже появилась информация, что кинологи и взрывотехники, которые обследовали здания школы Ничего опасного не обнаружили Сообщение, по всей видимости, было ложным По данному факту, сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России и Паризанской области задержали двух злоумышленников, подозреваемых в организации распространения наркотических средств в регионе У подозреваемых изъяли почти килограмм синтетических наркотиков Оперативники ОНК ОМВД выяснили, что в регион планируется ввоз крупной партии наркотических средств синтетического происхождения Злоумышленники общались между собой с помощью интернет-сервисов и соблюдали меры конспирации Однако полицейские раскрыли все их уловки Ночью в лесополосе на окраине города Рязани полицейские задержали 20-летнего рязанца В салоне его автомобиля было обнаружено несколько самодельных контейнеров с порошком и пастообразным веществом В это же время в Рязани полицейские при осмотре квартиры, арендуемой 27-летним жителем соседнего региона нашли пакетики с пастообразным веществом Злоумышленника задержали Экспертиза установила, что один из злоумышленников незаконно хранил более 2 граммов наркотиков синтетического происхождения А второй – почти килограмм По предварительной информации, рязанец приехал на автомобиль в условленное место и забрал из тайника оптовую партию наркотических средств Которую для него из соседнего региона привез и спрятал курьер В дальнейшем злоумышленник должен был расфасовать оптовую партию на более мелкий и передать соучастникам для распространения в Рязанской области Сотрудники полиции выясняют все звенья цепи незаконного распространения наркотиков Злоумышленникам может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 и до 20 лет соответственно Подозреваемые взяты под стражу За прошедшие сутки на дорогах Рязани и области произошло 32 ДТП с причинением материального ущерба автовладельцам Одно дорожно-транспортное происшествие закончилось трагедией Погиб один человек Было выявлено свыше 5000 нарушений правил дорожного движения и задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения 1 марта около 9 часов утра в Александроневском районе на автодороге М4 Каспий 30-летний житель района, управляя автомобилем Приора на перекрестке неравнозначных дорог Двигаясь по второстепенной дороге, по предварительным данным, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110 Под управлением 26-летнего жителя Тамбовской области В результате ДТП никто не пострадал Транспортные средства получили механические повреждения Пока одни дороги в городе ремонтируют, про другие, кажется, абсолютно забыли В Рязани уже два года существует так называемая карта убитых дорог В этот список входят те автотрассы, которые нуждаются в первоочередном ремонте И список постоянно меняется Главные задачи проекта – ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранения дорожных дефектов, влияющих на количество случаев ДТП Карта убитых дорог составляется по итогам голосования жителей Рязани В 2018 году этот список вновь претерпел изменения Сейчас в перечень попали Улица Советская в Касимове Дорога у реки Сынтулка в Касимовском районе Дорога Карцево-Новоселки в Рязани Улица Интернациональная в Рязани Славянский проспект в Рязани Дорога Карцево-Вишневка в Рязанском районе Улица Пятидесятилетию СССР в Касимове Улица Есенина в Рязани Список плохих дорог передали министру транспорта области Андрею Савичеву В 2017 году большинство предложенных рязанцами маршрутов вошло в ремонтную программу В настоящий момент администрация Рязани объявила электронный аукцион на ремонт дороги по ряду центральных улиц Деньги на это будут выделены из бюджета города Так, на ремонт дороги по улице Есенина в Рязани предусмотрено 50 миллионов рублей По улице Горького – 43 миллиона На улице Есенина – 33 миллиона рублей Улица Бирюзова – 27 миллионов На дорогах города вновь появится разметка Советский суд обязал администрацию Рязани нанести разметку на 12 улицах и Северной окружной Соответствующее решение вынесли 26 февраля В городе участились случаи, когда из-за отсутствия разметки автомобили разворачиваются через двойную сплошную Или выезжают на встречную полосу Автолюбители обращались в разные инстанции И, наконец, добились своего Прокуратура Рязани обратилась с иском к управлению благоустройства города Было установлено, что дорожная и пешеходная разметки отсутствуют на следующих улицах Урицкого, Кудрявцева, Новой, Спортивной, Вознесенской, Садовой, Радищева, Чапаева, Маяковского, Яхонтова, Горького, Павлова и на Северной окружной дороге Суд обязал управление благоустройства города администрации Рязани устранить указанные нарушения до 1 июля 2018 года Тхэквондо – это вид боевых искусств, характерной чертой которого является большое количество прыжков и ударов ногами Школы этого вида единоборств стали популярны не только в Рязани, но и в области А воспитанники уже не раз завоевывали различные награды Подробности в сюжете наших коллег из Касимова Выступления Касимовской команды, которые представляла наш регион на всероссийских соревнованиях в Тамбове закончились успехом Лиза Загудаева, которая на прошлых соревнованиях заняла все-таки второе, а не третье место, как сообщали официальные сайты Превзошла себя и привезла домой в Касимов золотую медаль Абсолютной победительницей всероссийского турнира стала Соня Итакаева Она победила в четырех видах из четырех возможных Софья Итакаева стала абсолютной победительницей Она взяла золото в четырех видах Хотя медали высшей пробы в ее копилке достаточно, максимальный успех пришел к Касимовской одиннадцатикласснице впервые У Лизы Загудаевой это вообще первая медаль на турнирах столь высокого ранга Когда она победила в номинации «Сила удара» не смогла сдержать своих эмоций «Сила удара» у меня больше всего получается, чем «Туль» и еще все остальное Прыгала и мне мама, что она чуть не вздохнулась Настоящий русский богатырь Максим Конуркин тоже приехал из Тамбова с золотой наградой Он занял первое место в номинации «Туль» Этот вид юный атлет любит и охотно им занимается Он не такой сложный, как, например, «Сила удара» Там нужно все запоминать Ну, в Туле, там, например, когда тебя старшие учат Ты сразу запоминаешь как-то И делаешь потом, отрабатываешь и отрабатываешь Для Валерии Сальниковой турнир в Тамбове стал настоящим испытанием Она уже перешла во взрослый разряд, хотя еще учится в школе Но таковы правила тэквондо Тем не менее, в спарринге она заняла второе место Целенаправленно я готовилась Даже сначала я не знала, что такое будет, что я вообще это застану Но все-таки это случилось И когда мне сказали, что я выступаю по женщинам, уже не по юниоркам То для меня сначала это был шок Но потом у меня была неделя, чтобы подготовиться И я тренировалась ежедневно Традиции побеждать не канут в лету В Касимове уже подрастает смена победителям О них мы расскажем в ближайшее время Яралаш-Рязань открылась в нашем городе в 2017 году Сотни участников, тысячи проектов и много маленьких звезд зажглось в этих стенах Сейчас у студии начинается второй сезон Леонид Шахов занимается в студии Яралаш несколько месяцев Активные упражнения, навыки в общении с людьми, а также артистичность Как говорит его мама, за время обучения сын изменился в лучшую сторону Нам здесь все нравится, ребенок стал активный Бежит сюда вообще с удовольствием Были у нас уже одни съемки для социального ролика Сегодня съемки будут проходить, завтра будут съемки проходить для массовки Дети репетируют будущие номера и сюжеты киножурнала Яралаш Здесь их обучают опытные педагоги, а также приглашенные гости Нам посчастливилось пообщаться с Мариной Богатовой, актрисой театра и кино Бедные люди, универ, улица Сейчас ее можно увидеть во многих сериалах Марина рассказала, что такой карьеры не ожидала Начав с театральной студии в Рязани, она переехала в Москву, где закончила институт по специальности Теперь активно снимается в кино и сериалах Правда, как заявила сама Марина, учиться ей предстоит еще много Но она всегда готова помочь мудрым советам Какие-то советы на каких-то конкурсах все равно меня приглашают в качестве жюри Приходится судить, вспоминать, как меня судили Ну и если что-то я замечаю, то я говорю, я не молчу И это, я считаю, что я делаю правильно Марину Богатова пригласила в студию Яралаш-Рязань, чтобы провести мастер-класс для воспитанников своей школы Буду обучать прекрасную рязанскую студию Яралаш Тоже помогу, чем смогу Какие-то проведем тренинги, разминку Я надеюсь, что все будет не зря И из уст в уста передам те знания, которые передавали мне Мастер-класс могут посетить все ученики студии Яралаш-Рязань А рязанцы могут прийти на кастинг и попробовать свои силы в нелегком актерском ремесле У нас сейчас стартовал второй сезон, то есть идет набор Приглашаем всех в нашу студию на кастинг Все желающие могут записаться по телефону 513 015 Также у нас будет проходить кастинг в премьере 3 марта с 18.00 до 20.00 То есть мы ждем всех желающих с 5 лет до 25 Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город» Это были все новости на данный момент Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте город62.тв И в группе в соцсетях А на этом я с вами прощаюсь Хорошего вам вечера и до встречи в эфире Это случилось! Обвал ипотечных ставок Квартиры за 4,7% годовых Только в компании «Зеленый сад» Совместно с Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом Грязь, слякость, выхлопы Шум, шум, шум Плотный трафик, строительная техника, высоковольтные линии Жить в городе? Зачем? Зачем жить в муравейнике, если в 10 минутах от города расположился жилой комплекс «Полянка»? Жилой комплекс «Полянка» Ближе к природе, вдали от суеты Субтитры создавал DimaTorzok